Приветствую вас, мои дорогие зрители, вы на канале Славянка Букс. Приветствую вас, мои дорогие зрители, вы на канале Славянка Букс, и здесь мы о книгах разговариваем. И сегодня мы поговорим о нонфикшн-литературе. Сейчас идет в Москве ярмарка нонфикшн, к сожалению, я туда не попаду, а очень бы хотелось бы. Но если бы я туда попала, а вдруг вы там живете и рядом находитесь, значит, я бы для покупки в себе выбрала несколько книг, которые просто будоражат, будоражат мое воображение и желание прочитать. Сейчас я поделюсь с вами этой информацией, вдруг вы тоже заинтересуетесь, у вас будет возможность сходить и приобрести себе эти книги. Итак, первая книга это Марикер Рейнвиленд «Мой дорогой питомец». Это «Мой дорогой питомец», так начинается монолог обвиняемого перед судом, он обращается к своей возлюбленной. Внимание, ему 49, ей 14. 14, моей дочери 14, каких 49. Эта эссера рассказана ветеринаром, растлителем малолетних, одержимой дочкой фермера. У нее пшенично-белые волосы, черное, как смолевое воображение. Отношения между ними похожи на отношения хищника и жертвы, на любовь без любви. Она для него милый зверек, он единственный человек, который ее понимает. В общем-то, автор опять-таки вдохновлялся Лолитой Набокова, как и все авторы, наверное, которые поднимают вот такой вот философский вопрос отношений между подростком и взрослым мужиком. И здесь, так же как у Набокова, ненадежный рассказчик. И, в общем-то, я хочу сравнить, потому что я читала Набокова, я читала вот «Мой темную Ванессу», которая поднимает этот же вопрос. И вот мне бы хотелось сравнить теперь и эту книгу. Что же там? Как автор относится к этой ситуации? Следующая книга Джон Грей «Кошачья философия. Кошки и смысл жизни». Ну, великолепная просто книга, нереальная, да? Это философ, автор. Он берет историю человечества и, в общем-то, и философии. И на протяжении всей истории человечества и философии прослеживает, как люди относились к кошкам и как они, в общем-то, где-то, например, в Египте, да, мы знаем, что как богинь прям, где-то хуже и так далее и тому подобное. Причем он в эту книгу вкрапливает мысли кота, я так понимаю. Он отмечает, что влияние кошки на хозяина своеобразно. Я так понимаю, что автор просто фанат кошачьих, как и я. У него дома точно есть кошки. И, видимо, они ему что-то там нашептали, чтобы он рассказал свою историю. Ну, блин, любопытно. Следующий это Эндрю Дойч «Мементомори. История человеческих достижений в борьбе с неизбежным». Это книга о «Мементомори», помня о смерти, да? Рассказывает о том, как мы относимся к смерти. И если всего лишь 100 лет назад убирали в основном больные, то сейчас основными причинами смерти являются болезни сердца, инсульта, рака, раньше инфекция. Изучая статистику и выводя вот эти основные данные, автор, значит, говорит о том, как относились к смерти на протяжении всей ее истории. И он, кстати, и современные научные данные нам дает о ДНК, о геноинженерии, как это влияет на смерть и так далее. В общем, мне было бы любопытно познакомиться с этой книгой. Почему? Потому что мне интересны вот эти вот все истории, которые там связаны с ней. Я понимаю, что это неизбежность наша, и все мы умрем, как говорится. Но мне очень интересно будет посмотреть, как автор синтезировал данные по истории, культуре, экономике, праву и так далее и тому подобное. Тем более, книга вошла... Извините, секретари бесуются. Мне очень будет любопытно познакомиться с данными, которые приводит автор. Тем более, книга вошла в список рекомендованных научпоп-изданий 2022 года по версии Гардиан. Катуре Черножукова «Частные случаи ненависти и любви». Значит, здесь автор так же, как и я, я тоже такое люблю, покопался в семейном архиве. И, в общем-то, обнаружила не ту историю, которую ей рассказывали родственники. Плюс ей помогает молодой журналист из Латвии. И она шаг за шагом раскапывает настоящую историю своего прадеда, который в семейной легенде талантливый военный летчик. Но архивы и информация, которую находит эта девушка, говорит о том, что он был нацистским палачом. Кто же прав и почему родственники все от нее скрывают? Я обожаю такие, знаете, семейные драмы, семейные истории. Тем более, сама постоянно пытаюсь что-то найти в архивах для себя, для подруг, для знакомых. Поэтому мне очень любопытна эта история. Следующая книга — это Стивен Пинкер «Рациональность». Что это, почему нам ее не хватает и чем она важна? Ну, шикарная. Стивена Пинкера я читала когда-то давно-давно. И еще одну из первых его книг. И вообще он пишет замечательно и интересно. Значит, смотрите, у нас сейчас многим людям не хватает рациональности и логического мышления. Это так. Книга начинается с пары задачек. Сейчас я вам их озвучу. Значит, представьте, просто подумайте, насколько вы рациональны. Просто подумайте, насколько вы рациональны. Теннисная ракетка и мячик вместе стоят доллара 10 центов. А ракетка на 1 доллар дороже мячика. Сколько стоит мячик? Вы сразу скажете 10 центов. Ну, любой, да, быстрый ответ не значит правильный. Либо быстрый, либо правильный. Здесь либо так, либо так. Подумайте еще раз. Следующая задача. Даны два утверждения. А. Аэропорт закрыт. Разрешение на полеты не выдается. Б. Аэропорт закрыт по причине нелетной погоды. Разрешение на полеты не выдается. Какое утверждение более вероятное? Автор предлагал эти задачи решить разным аудиториям. Студентам, взрослым, пенсионерам. И выявил мнение о том, что рациональные решения – это не те решения, которые выдают ему в первую очередь. То есть, либо, еще раз повторю, либо быстро, либо правильно. Но самое интересное, что автор в конце концов приводит мысль, что рациональность – это не божий дар и нередкий навык. Это дар, который можно… Даже не дар. Это способность, которую можно развивать. Это как инструмент. Чем больше ты занимаешься, тем больше у тебя возможностей использовать это мышление рациональное и его развить, тем оно лучше становится. Следующую книгу написал Герлинда Пауэр Штуден. Книга называется «Конрад Морген. Совесть нацистского судьи». Я так понимаю, эта книга уже была раньше издана. Это переиздание. Здесь у нас история судебной системы СС, которая столкнулась лицом к лицу с нацистской машины массовых убийств. И судья, вот этот Конрад Морген, в меру своих сил и возможностей начинает бороться с этой системой. Он начинает превышать собственные полномочия. Подает в суд и, в общем-то, пишет всякие записки самому Гитлеру о неправильности того, что происходит. И выдвигает обвинение в убийстве против самого коменданта Бухенвальда и шефа гестапо. В общем-то, интересная мысль о том, что против системы даже один человек в поле воин. И, наконец, Дарси Локман. Дарси Локман. «Право на гнев. Почему в 21 веке воспитание детей и домашние обязанности до сих пор лежат на женщинах?» Действительно, классный вопрос. Почему же это так? Почему мужчины так мало делают по дому? Почему женщины почти в одиночку занимаются воспитанием детей? Почему даже в семье, где мужчины и женщины работают полный день, и оба вроде согласны с честным распределением обязанностей, женский вклад все равно превышает мужской? В эпоху феминистического активизма, просвещения и перемен сохраняются непропорционально большой объем родительской заботы, выпадающей на долю женщины, независимо от происхождения класса или профессионального статуса. Многие люди считают, что проблема неравноправия в современной семье надумана. Если когда-то была актуальна, то решена в 20 веке благодаря увеличению трудовых прав женщин. Тем сложнее признать, что женщины до сих пор фактически трудятся на двух и даже трех работах. Одна оплачиваемая, а еще две подразумевающиеся заботы о доме и воспитании детей. Рассчитывая на партнера у мужчин, которые разделяют бремя, женщины остаются наедине со своими проблемами. Книга исследует причину этого повсеместного неравенства. Начиная со своего собственного брака к эпицентре исследования, психолог и журналист Дарси Локман движется дальше, описывая опыт самых разных женщин, воспитывающих детей с мужчинами, посещая группы поддержки молодых матерей и курсы по совместному воспитанию, интервью эксперт в различных академических областях. В общем, очень насущная проблема, которая решается появлением техники. У нас, например, посудомойка и стиральная машинка, хлебопечка, духовка и плита и так далее. И мы оба в моей семье работаем. Но получается все равно основные обязанности по дому, по уборке, готовке, стирке и воспитанию ребенка действительно лежат в основном на мне. Слава Богу, что есть посудомойка и стиральная машинка, и муж может помогать мне в этом. То есть он загружает посудомойку, я разгружаю, он загружает стирку, я разгружаю. Вот у нас такие обязанности разнообразные. Но почему-то с появлением техники той же бытовой, той же, знаете, как-то мультиварка, да, и хлебопечка, потому что немножко устранился от приготовления пищи. Когда мы только поженились вначале, мы вместе готовили борщи, супы, он тоже активно участвовал в этом процессе. А теперь как-то он сбросил все это на мои плечи. Это первое, что я недовольна, чем я недовольна. А второе, он как-то не совсем, ну то, чтобы не совсем. Вот до подросткового возраста он активно участвовал в жизни своей дочери, интересовался. А сейчас она подросток, и они очень сильно отдалились друг от друга, и они как бы связываются через меня, получается. Я не знаю, с чем это связано. Вот будет интересно найти ответы в этой книге. В книге Дарси Локмана, которая исследовала этот вопрос, да, согласны ли женщины с тем, что они действительно работают на трех работах, а некоторые на четырех. Если ты работаешь на одной, по совместительству на другой, потом приходишь на... Вот домой ты третью работу, как домохозяйка. Эта работа действительно очень серьезная. Вот такие книги я бы рекомендовала приобретать на ярмарке Non-Fiction. Пишите, может, мы уже что-то купили на этой ярмарке, и тоже рекомендуете. Пишите в комментариях обязательно. Подписывайтесь на этот канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить видео. Подписывайтесь на Телеграм, обязательно там, вот, в первую очередь, я списки эти всякие формирую и из жизни, истории. А с вами была Славянка и Секретарин. Пока-пока.